Год прошел без крупных коррупционных скандалов. Взяток больше не берут, зато бюджет пилят. Так, например, в разных районах области сотрудники Департамента соцзащиты погорели на хищении бюджетных средств. Самое крупное в Муромском районе. Там из бюджета исчезло 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Отличились и депутаты. В этом году в Управлении по вопросам противодействия коррупции впервые сдавали декларацию о доходах народные избранники городских и сельских советов. И вот выяснилось, что один из депутатов ежемесячно получал соцвыплаты, которые ему по закону не положены. Всего за год, речь идет о 2017 году, было получено им 127 тысяч рублей, которое в соответствии с законом предусмотрено только малообеспеченным семьям. В данном случае мы говорим о доходе семьи из пяти человек, который составлял 98 миллионов. Тяжело говорить о том, что эта семья была малообеспечена. Была проведена проверка. Все деньги, 127 тысяч, были возвращены в бюджет. Если говорить о коррупции, то ситуация в области улучшилась почти на треть. Сократилось количество коррупционных преступлений с 2014 года. Вынесен приговор Дмитрию Хвостову, бывшего замгубернатора, по строительству приговорили к 11 годам колонии. Суд установил, что за время работы вице-губернатором Хвостов набрал взяток на сумму в 20 миллионов рублей. А вот Елена Мазанько, которая также работала замом губернатора и подозревается в получении взяток, до сих пор находится под следствием. По сути, управление по вопросам противодействия коррупции существует, чтобы таких историй не было. Но сегодня чиновники фактически признались, что искоренить мздоимство невозможно. Когда человеку исполнилось 50 с лишним лет, в другом случае 40 с лишним лет, говорить о его воспитании и что воровать нельзя, взятки брать нельзя, очень проблематично. Поэтому исходим из своих полномочий и из того, что мы можем. Мы, естественно, говорим. Чиновники заверили, за командой нынешнего губернатора следят пристально. Так что новых случаев коррупции быть не должно. Временно исполняющих обязанности замы губернатора тщательно проверяют. Они проходят соответствующие проверки. Но единственное, что хочу сказать и уж однозначно заверить, что вопрос их проверки на момент подписания губернатором распоряжения документа об их трудоустройстве сюда не заканчивается. Естественно, они продолжать будут находиться под определенным контролем, о чем они, собственно, тоже знают. Во всяком случае, в этом году среди пойманных коррупционеров ни одного чиновника. Под следствием оказались начальник регионального управления Росгвардии Алфея Мокшина. Как указано в материалах дела, за деньги она закрывала глаза на некоторые дисциплинарные нарушения своих подчиненных. Среди задержанных есть также полицейский и один сотрудник тепличного. Он предлагал особые условия сделки за отдельную плату клиентам, с которыми работал. Между тем, областное управление по вопросам противодействия коррупции без работы явно не останется. По данным соцопроса, проведенного по инициативе областных чиновников, 44% респондентов в своей жизни так или иначе с коррупцией сталкивались. Валерия Саенко, Арсём Горчаков, Шестой канал.